Одни считают Евгения Касовских сумасшедшим, другие восхищаются его добротой и готовностью помогать ближним. Сам доктор Женя, так негласно его окрестили подопечные, на пересуды не обращает внимания и занимается главным делом своей жизни, помогает бродягам. Пластырь такой вот, даю бумажку. Ты еду получила? Да, это мне. Точно? Точно покажи мне, что ты получишь. Молодец. Это мне перевязкой надо сделать. Для Кирилла. Да. Все. Следующий четверг пусть там приходит. Хорошо, надо постоять ему ногу. Да, давай. Еще несколько лет назад молодой врач обходил свой участок один с сумкой наперевес. Теперь с Евгением целая бригада энтузиастов. Что движет врачом и какие трудности возникают в этом нелегком деле, подробности расскажем в ближайшие 15 минут. Это комплексный такой подход получается к человеку, как индивидуальной личности. Если он голодный, мы сразу ему даем еду. А еду нам готовят в социальной столовой. Нам администрация города в этом вопросе хорошо помогает без вопросов. Готовят очень вкусно. Даже волонтеры иногда берут пробы, снимают. Также мы выдаем средства гигиены, потому что, допустим, носки смысла нет делать ему перевязку, если он надевает. А даже сложно назвать это носком, то, что он обратно надевает. Поэтому мы даем чистые носки. Он надевает на новую повязку. И вы знаете, он через неделю приходит с чистой носком и с этой же повязкой. И он эту ногу бережет, потому что для него, вот в этой серости на трубе, это для него как что-то новое такое. И также мы выдаем медикаменты, выдаем перевязочные средства в основном. Обезболивающие очень много. Сегодня у челябинских бродяг настоящий праздник. Им вручили одежду, медикаменты и продуктовые наборы. Такие поездки волонтеры устраивают регулярно. Доктора Женю знают все челябинские бездомные. Так, поезд и на двоих вон. Держи. Уберите микрофон. Не надо. Что тебе еще положить? Бережет бумагу, мыло, шампуньки и станочек. Что-то надо, вот подойдешь. Ага. Что-то еще нужно? Нет? Ну все, пожалуйста. Я на вот бездомную положу на свои шкирирую. Сейчас я бачок сажу. Сюда. Я их торвую. Было. Все, что-то. Пасту четко. Ага. Вот эти палочки. Маленько. А подушечки тоже. Спасибо. Пасту надо еще. Кто у нас еще бездомный есть? Ну я поняла насчет Лены. А еще у нас кто есть? Да, давайте вот сначала у нас бездомный. Потом уже все нуждающиеся. Там на двоих, да? Да. Что дать? А если на шишки? На кусочки позже, после еды. Нужны? Бумага нужна. Мыло, паста. Палочки, шампунь. Четыре колодные. Мужчины вы, да? Столок. Прокладки сейчас. Чем пришли сюда сегодня? А, чтоб это, с обществом пообщаться, на людей посмотреть. Ну и покушать взять. Что дать сегодня? Сегодня дают борщики, еще что-то там. Главное, что съедобное. А лекарства нужны вам? А лекарства у меня анализы все хорошие. Сдала, все отрицательное. Сердцу легче, что от таких анализа, что все хорошо. Главное, что шампунь дают. То быстро волосы мараются. Мы голодные. Да. Что взяли, что удалось взять? Я не знаю. А вот посмотрите, чем нас угощают. Не знаю даже. Нас ведь угощают, правильно? Доктор Женя не только оказывает медицинскую помощь людям в силу обстоятельств, оказавшимся на улице, но и постоянно поддерживает с ними связь, снабжает необходимым и отслеживает их судьбу. За несколько лет существования проекта бесплатную медпомощь получили больше 5000 человек. Баба Маша – одна из постоянных пациентов. Я к Евгению Николаевичу, к врачу, хожу уже второй год. Я в больницу боюсь обращаться, потому что там у меня умерли один за другим три любимых человека. Брат, второй брат и доченька своими ногами ушла в больницу, а обратно в морг. И поэтому я хожу к Евгению Николаевичу. Это другая больница, это врачи другие, внимание другое, другое отношение к людям. Я им очень благодарна. С доктором Женей пенсионерка познакомилась два года назад. С тех пор наблюдается только у него. Сегодня после вкусного обеда баба Маша вместе с доктором поедет на осмотр стоматолога. Не так давно проект «Другая медицина», основанный Евгением Касовских, выиграл гранд-губернатора. Сейчас волонтеры организовывают для бродяг лечение зубов. Боря, баба Маша сегодня едем в зубки, чтобы стоматолог посмотрел. Едем, сегодня Марина увезет, стоматолог сегодня. Коля тоже сказал два часа. Это что будут делать? Зубик посмотрят опять. Опять зубик посмотрят. А у меня же все выдержано. Да, а там же мы это... Нет, он же сказал там... А у меня один, кто сказал, поставил. Нет, там он сказал, что там надо что-то посмотреть. Да? Да. После того удаления он же сказал, что что-то надо удалить. Вместе с доктором Женей на место приезжают специалисты из областного центра СПИДа. Медики обследуют людей без определенного места жительства на ВИЧ. Для удобства в работе используют тесты, которые определяют инфекцию по слюне. Мама, как зовут? Маму подскажи, как зовут? Холида. Смотри, вот зубы как чистишь, да, щеткой по зубам. Только тебе нужно вот этой лопаткой по десне водить, чтобы слюна хорошо попала на госполоску. Смотри, опускай маску. Вверху или нижнюю? Без разницы, самое главное, чтобы десна. Загоняй вот так. Так. И хорошо води сверху, можешь снизу, да. Да, хорошо. Как зубы чистишь? Подскажи, риски были у тебя незащищенный секс? Нет, не было. Но я всегда предохраняю. А пути передачи самые основные, знаешь ВИЧ-инфекции? Нет. Смотри. Первый путь, это половым путем, то есть незащищенный половой. Я в курсе. Второй путь, это через кровь, то есть употребление инъекционных наркотиков. Третий путь, это от ВИЧ-инфицированной матери к ребенку. Хватит уже? Молодец. Хватит. Вот сюда. От ВИЧ-инфицированной мамы к ребенку. В бытовых условиях не передается. Мне мама далеко. При поцелуях не передается. Но, если такая ситуация складывается, что ВИЧ-статус положительный, то прием РВТ-препаратов, он жизненно необходим. Раньше думали, что ВИЧ-инфекция это болезнь людей, которые употребляют наркотиков. Сейчас я с уверенностью полной могу сказать, что это распространяется именно на половую. То есть, половая связь. Очень много, да, по-моему, причем она не выбирает. То есть, человек может быть бездомным, человек может быть социальным, я не знаю, благополучным, все в порядке. Очень большие риски через половую связь. Люди не предохраняются. И вот распространение идет с уверенностью, бы сказала. Больше все-таки через половой контакт. К доктору Жени идут с простудой, обморожениями, ожогами и трофическими язвами. Это стандартные диагнозы для людей с улицы. Все, 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 моя хорошая. Чуть-чуть еще. Я большую часть убрал у тебя. В понедельник нам наперевяз. Все, 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 все. Вот. Полморды замотают, я знаю. Так, Кирилл, суфлер. Сейчас я тебе поставлю что-нибудь. Да, а-та-та. Да, да. Сейчас я посмотрю еще. А что, перевязок много сегодня? А Кирилл, не могу. Что-нибудь что-то у нас вообще. Не сильно больно, терпимо? Терпимо. А, ты с ними общаешься, нет? Конечно. Молодец. Тебя не хотят они забрать к себе? Завязываю. Тихо. Они потеку взяли, все. Давай. На улице иначе, Марин, пропадешь, знаешь, как это все происходит. После того, как человеку сделали перевязку, его обязательно пригласят на прием. Не так давно в городе появился центр медико-профилактической помощи бездомным людям. Подобных учреждений в России еще не было. Центр был создан на базе некоммерческой организации «Другая медицина». Данное помещение нам выделила администрация города Челябинска на Марченко, НСБ. Здесь раньше была детская офтальмология. Четыре года потом здание просто проставило, и нам его дали безвозмездную аренду. Мы оплачивали только коммунальные услуги. Поэтому мы всю вариацию помещения взяли, взяли только часть. Несколько метров. Одну половину мы уже отремонтировали, сделали уже небольшой кабинетик и проводим уже профосмотры. И у нас тут больше как офис, и больше для бабушек, как школа здоровья и йога. Вторую часть мы еще пока не можем отремонтировать, потому что все делаем за свой счет, за счет пожертвований. За то помещение, за второе нам насчитали 2 миллиона 700 тысяч, и мы пока не можем найти этих средств. И то помещение прямо как лечебное будет назначено под лицензию, прямо под лицензию терапевта, нет ложной помощи, перевязочная кабинета. Мы как маршрут такой. Мы между улицей, получается, и здравоохранением, получается, такое звено. То есть мы их отыскиваем и уже дальше в лечебные какие-то отделения направляем. Что-то можем, если мы решить на месте, мы это обязательно решаем, ну, естественно, в рамках нашего законодательства. После реконструкции здесь разместились медицинский кабинет, ординаторская, бокс для временной изоляции, душевые, кухни и гостевые комнаты для волонтеров, которые приезжают со всей страны. Центр оказывает бездомным доврачебную помощь и социально-психологическую поддержку, обеспечивает продуктами и вещами. Мне кажется, без такой организации бы многие, кто в городе, вот на моих глазах только вот за 16 лет, получается, только человек 5 умерло на улице. Я вот этого вот знаю тоже вот. Я им помогал всю зиму, его одевал, бывал, кормил. Зима я многих, вот знаете, пристраивал в мужской монастырь в Ленинском районе, возле Смолина. Я их на улице находил, да, они вот ходят все, ну, грязные такие, ну, пахнет от них не очень приятно. А когда я их вот реально, ну, пристроил в этот монастырь, прихожу через месяц, да, такие счастливые, одетые, чистые такие, ну, смотришь на них, как на своих детей, вот реально. Все радостные такие, жизнедовольные. После длительной работы около 33% бездомных возвращаются в социум. Они адаптируются, устраиваются на работу дворником или сторожем. К бродягам возвращается чувство самоуважения. Волонтеры это всячески подпитывают. Всех и всегда называют исключительно по имени-отчеству. Постепенно бездомные начинают верить в то, что они люди. Сегодня у нас было трое новеньких, это те, кто потерял документы, как-то остался на улице. Они живут на улице буквально там месяц, может, недели две. Вот Андрей недели две. Его другие бездомные к нам приводят. И мы таких образом пытаемся сразу же вытащить с улицы, пока он не закостенел на улице. Потому что кто-то у нас ходит и четыре года подряд, он возвращается домой, потом не получается, возвращается обратно. Понимаете, у нас нет в стране той нужной реабилитации. Все говорят реабилитацию, но то, что есть, это не реабилитация. И в итоге, ну и желание, конечно, не у всех присутствует. Доктор Женя уверен, добро заразительно. Постепенно к нему начали присоединяться другие неравнодушные. Появились даже постоянные меценаты, которые регулярно переводят деньги на медикаменты или самостоятельно закупают препараты в аптеках. А недавно у знаменитого доктора Жени появилась своя машина скорой помощи. Транспорт чулябинцам подарил благотворитель из Москвы. Теперь каждую среду доктор Женя вместе с командой спешит на помощь. Субтитры создавал DimaTorzok